Утром первого, мы на месте. Тринанс за руководством, вручили рейд от ускорного полоса. Мы запринят, уезжаем. Сотрудники Туртистанского РОВД провели рейд по незаконным мигрантам. Как оказалось, в самом северном регионе нашей области их немало. Большая часть иностранцев гастарбайтеры, и как и в областном центре, задействованы они на стройках и базарах. В основном к нам приходят с ближнего зарубежья, это более 70% иностранцев, это прибывшие из республики Узбекистан. Остальные ближние зарубежья это Россия, Крыгызстан, Армения, Таджикистан и Туркменистан. Приходят из них в основном в гости, цель работы у них в гости, туристическая, транзит и на работу. Каждый человек по заявлению регистрируется, по заявлению уже на работу, в гости или частная туристическая, цель визита, транзит. Каждому иностранцу при временной регистрации объясняются ему права и обязанности. В случае неуполнения законодательства в области миграции будут привлекаться к административной ответственности. Но все же нарушителей миграционного законодательства немало. Этот гражданин Узбекистана, согласно букве закона, находится на территории Казахстана нелегально. Он не зарегистрировал срок пребывания в миграционной полиции. Как объясняет гастарбайтер, он не успел посетить соответствующий государственный орган. Я приехал в гости, потом меня попросили помочь в строительстве дома. Когда подошел срок пребывания, я забыл сходить в миграционную полицию, чтобы продлить срок. Больше такого не повторится. Теперь в отношении этого мужчины будет возбуждено административное дело. После уплаты штрафа он будет выдворен из страны. Всего же за пять месяцев за нарушение правил пребывания на территории страны туркестанские полицейские задержали 140 иностранных граждан. Из них за нарушение сроков пребывания больше половины, 75 человек. Они оштрафованы на сумму 30 тысяч тенге. 11 человек заключены в приемник-распределитель. О сотруднике отделения административной полиции ГУВД Туркестана провели рейд по нарушителям правил дорожного движения и общественного порядка. Четыре группы полицейских в течение нескольких часов патрулировали центральную часть города. В ходе рейда особое внимание уделялось автомашинам, припаркованным в зоне действия знаков. Остановка и стоянка запрещена. Больше всего нарушений зарегистрировано в центральной части Туркестана возле рынка Куаныш. Только за два часа рейда мы оштрафовали 14 водителей. Пять машин водворены на штрафную стоянку. Немалый доход казня принесли штрафы за нарушение чистоты улиц и общественного порядка. В казну перечислено более двух миллионов тенге с начала года. Всего же за пять месяцев полицейские провели четыре рейда. Два из них – безопасная дорога и два – безопасный город. К административной ответственности привлечены 1600 водителей и жителей города, нарушивших административный кодекс. Минувшие выходные специалистов оперативного спасательного отряда департамента ПЧС вызвали в горный массив. Каратау расположены на территории Сузакского района. По словам вызывавших, помощь требовалась 20-летнему парню. Как рассказали местные жители, он упал с горы. На помощь пострадавшему отправились девять спасателей и три единицы техники. К счастью, парень остался жив и оделался ушибами. Я вечером лез в гору, но неосмотрительно сорвался вниз. Наверное, метров с десяти я скатился по склону. Отбил себе руку и ребра. Пострадавший смог сам связаться по телефону с друзьями. Вскоре ему оказали помощь местные жители и спасатели. Как говорят сотрудники, во избежание несчастных случаев нужно соблюдать элементарные правила безопасности. Первый очередной – это группа, которые идут в горы отдыхать, должны прийти сюда, зарегистрироваться. У нас есть журнал регистрации. Это трехсторонний договор с оперативно-спасательным отрядом, департаментом по честь Южно-Казахстанской области и управлением туризма. Зарегистрироваться, сколько человек, к какому маршруту, где отдыхаются, какие связи с собой берут, сколько человек, код рождения, сколько детей. Они должны все прийти, у нас регистрацию встать. В этом году уже был зарегистрирован один несчастный случай в горах. Трагедия произошла 18 мая в ущелье Акмечеть. Тогда, сорвавшись вниз со скалы, погибла 60-летняя жительница Шинкента. Утро от первого, мы на месте. Тринадцать, здорово, ущелье львы, ту сколу, полосы. Мы запринято, уезжаем.